Младший брат Большого Адронного Коллайдера появится в Подмосковной Дубне. В Объединённом Институте Ядерных Исследований началось строительство Отечественного Ускорителя Ядерных Частиц. Объединённый Институт Ядерных Исследований основан в 1956 году на базе Института Ядерных Проблем Академии Наук Советского Союза. Находится в городе Дубна. Здесь впервые в мире создан синхрофазотрон – протонный ускоритель, на котором учёные достигли рекордной по тем временам энергии. За большой вклад Института в современную физику 105-му элементу периодической системы Менделеева присвоено название «Дубней», а 114-му – «Флеровий» в честь академика Георгия Флёрова. Нарекли русский коллайдер просто и красиво – НИКА. Наш проект – это проект НИКА, который в качестве основного разгоняющего ускорителя использует существующие нуклатроны. НИКА – не менее амбициозная, но менее дорогая установка, чем Церновская. Периметр кольца – 500 метров. Как и швейцарский научный комплекс, создаваться НИКА будет в международной кооперации. В Дубне не стали рыть тоннели и копать шахты. Проект разработан на базе уже существующего нуклатрона. По сути, это каскад из трёх ускорителей. Один из них уже действует – сверхпроводящий ионный синхротрон-нуклатрон. На втором этапе бустер обеспечит необходимую интенсивность пучка частиц. Плюс два кольца коллайдера, в котором и будут сталкиваться проблемы. Русский коллайдер станет лучшей установкой для проведения экспериментов по физике тяжёлых ионов. Для того, чтобы их изучать, необходимо создать максимально возможную плотность барионной материи. Ту, которая существует в нейтронных звёздах. Учёные надеются, что после запуска проекта НИКА центр таких исследований пропишется в Подмосковье. Для изучения именно процесса максимальной барионной плотности не нужна максимальная энергия, как на Большом антронном коллайдере, как на Брукхевенской машине. А теоретики рассчитали, и она очень близка к той, которая сегодня достижима на нашем нуклатроне. Главное отличие российского коллайдера от швейцарского в том, что в Церни основные силы брошены на поиски неуловимого бозона Хиггса, частицы, которая даёт массу всем остальным частицам. Россия же на своей установке будет изучать другую область возникновения Вселенной несколько миллиардов лет назад. Формирование из кварков и глюонов частиц барионной материи, то есть нашего с вами мира. Теоретики сформулировали условия, при которых было возможно образование материи, Вселенной именно по тому пути, по которому оно пошло. А условия простые. Это определённая температура или энергия частиц и плотность ядерного вещества. И когда были теоретиками сформулированы вот эти условия, стало понятно, какой эксперимент можно поставить в лабораторных условиях у нас на Земле, чтобы смоделировать, попробовать смоделировать те события, которые были на ранних этапах образования Вселенной. Именно НИКО позволит учёным приблизиться к условиям возникновения большого взрыва, от которого, по мнению физиков, и появилась наша Вселенная. Для этого нужна чётко определённая энергия, надо разогнать тяжёлые ядра. Мы выбрали золото по золоту, потому что это легче технологически сделать. То же самое, что и делалось в Брукхевине. И на базе нуклатрона создаётся коллайдер. Будет организована встреча в двух пучков, в двух местах. В одном мы будем изучать, в одной точке встречи, тяжёлую ионную программу, а в другой будем изучать спиновую физику. Тоже не менее интересный проект. С помощью НИКИ учёные надеются раскрыть структуру Вселенной и тайны её фундаментальных сил. Тёмной материи, тёмной энергии, чёрных дыр, кротовых нор и экстраизмерений. Когда вы знаете, как образовывалось вещество, как образовывалась материя, как она формировалась, вообще говоря, вы можете прогнозировать, что будет с этой материи, как она будет дальше развиваться и как она будет, например, распадаться и гибнуть. То есть, вообще, говорят, фундаментальные вопросы, которые, возможно, дадут отгадки к пониманию эволюции нашей Вселенной. Сегодня научная программа НИКО наполняется новыми идеями. Параметры установки, а это высокая энергия, колоссальная плотность вещества и разнообразие сортов исследуемых частиц, открывают возможности для решения целого ряда прикладных задач. Это углеродная терапия, тестирование электроники для космических программ, трансмутация радиоактивных отходов, новые подходы к получению энергии. Но главное, что коллайдер станет работать у нас в стране, а не за рубежом, и молодые российские учёные получат хорошую и интересную работу у себя дома. Продолжение следует...